У нас сегодня на приеме пациент, который решает свои проблемы со здоровьем с помощью нашей методики. Вот спросим, какие особенности ее организма, как она отреагировала на эти методики, какой результат получила. Возможно, что вам пригодится, мои дорогие слушатели, это в вашей практической жизни. Слушаю вас. У меня, значит, были зажимы постоянные в районе спины, шеи. Зажимы в виде боли? Боли, да, сильные боли, переходящие в мигрень. То есть у меня такие получаются сгустки в районе спины. А можно я сразу спрошу, а вот первый раз, когда это произошло, это детство было? Нет. Это был взрослый период? Это взрослый, да, несколько лет назад, после сильного стресса. Ага, после стрессовое состояние. После сильного стресса, да. Как это, сомкнуло плечи? Да, очень сильно. Сжало плечи? Сжало, да, да, да. Между лопаток сжало или именно суставы встали? В районе над... Даже знаете, над лопаточной... Над левой лопаткой, совершенно верно там, да? Вот когда мы с вами говорим, что у нас есть проблема застоя в области ключицы левой, то и радиация этого застоя, она обязательно будет в области левого плеча, возможно, сустава. У вас не было, сустав не затронулся. У меня потом... Спина? Спина, потом у меня с правой стороны пошло, пошел переартрит. Угу, то есть уже поставили заболевание сустава. Да, суставы переартрит. Плечи лопаточные, переартрит. Да, да, да. Который сопровождался болями. Но почему важно знать, откуда началось? После стресса. Вот Гиппократ говорил, откуда началось, оттуда и начинай лечение. То есть нам нужна антистрессовая терапия. Раз. Второе. Лимфатический массаж, дабы устранить, с чего началось именно вот это и у нас. А мы весь лимфатический массаж начинаем с ключицы. Потому что здесь он и должен у нас... Здесь лимфа уходит в вену. И поэтому у нас возник затор перехода лимфы в вену. В вену, да. У нас подтверждено это исследованием сосудов. Да. У меня небольшая, совсем небольшая асимметрия. Буквально там... Асимметрия правая, левая. Где сужено больше сосуды? Поскольку помню, слева. Слева. Вот это и происходит. На фоне лимфостаза у нас сужаются левые сосуды. И самый криминальный сосуд у нас, это вот вена в этом удивительном месте, когда у нас лимфа впадает вот в этот узелочек, да, уголок маленький. И вот здесь вот на зоне впадения у нас и происходит сужение диаметра, снижение диаметра. Теперь понимаете, видите, да? То есть все на анатомическом уровне мы можем объяснить, почему боль возникла. И вот этот уже лимфостаз, он распространился и на шейную зону, и на голову, на межлопаточную. И к чему мы пришли в итоге? И мы пришли к тугоухости правосторонней. Опа! Тугоухость правосторонней, это говорит о том, что уже подключилась у нас правая сторона, то есть вот этот уголочек у нас стал, и снизилась скорость оттока из области околоушных лимфатических узлов. Вот сколько у нас их много, околоушных лимфатических узлов. Тугоухость до какой предела как бы достигла? То есть уже констатировал, Лорд? Конечно, при том, что исследования абсолютно ничего не показывают. Сам у меня аппарат слуховой находится в идеальном состоянии. То есть там нет. Вот что интересно, особенности работы лимфы, да? Она создает иллюзию, что там внутри все хорошо. И поэтому лорд-доктор говорит, что это не моя болезнь. Абсолютно. Он так сказал? Это не моя болезнь. Идите к другому доктору. Вы пошли к какому доктору? К какому? Терапевту ничего. Терапевту ничего. Ничего. Даже исследование сосудов, что сужение считается нормой. Да, абсолютно. И пишут клинически незначимые. Если хотите, вам 53 боли. Да. Клинически незначимые пишут. Абсолютно. Хотя пациента-то не спросили, что у него тугоухость оказывается, что у него голова быть. Ну, просто доктор, который делает исследование сосудов, он не контактирует с пациентом. Вот что нельзя как бы делать. А он просто плохо информирован и плохо обучает? Конечно, он информирован однозначно плохо. Он не знает, у кого он это делает. Он вас посмотрел, но он же вам не спросил. Чего вы ко мне сюда пришли? Что у вас болит? Какая у вас цель? Я говорю, не болеть, я хочу здорово вымереть. Ну, клинически выраженное мы поймали по боли. Клинически мы поймали то, что снижается уровень слуха. И в итоге мы пришли к тому, что у нас отвечать за вот эти вот проблемы лимфы, ну, никто не может. Как вы попали на нас? Ну, я поставила себе задачу найти ответ. Выкрепиться. Я стала искать в интернете. И наткнулась на ваши видео уроки. Я проштудировала все ваши абсолютно лекции. Абсолютно все. Я знакома уже прямо по датам. Уже консультантом можете моим быть. Уже могу, да. Я бы с удовольствием, да, потому что не успеваю всем ребятам отвечать. Однозначно, да. И сама начала делать лимфодренажный массаж, изучила эту методику. У меня стал шум уменьшаться, но я не достигаю нужного результата. И вы сказали, отдайтесь в руки специалиста. Да. Я вот пришла первый раз, вот, коллега. Вы сегодня, а вы уже сегодня прошли. А, второй раз. Что мы после первого раза специалиста смели? После первого раза я почувствовала уменьшение вздутия по левой стороне. Вот, вот, кожно. Вот, кожно, да. Однозначно. Усела лимфа. Да. Пошел стоп, да. То есть, когда я объясняю о лимфомассаже, я говорю, будьте внимательны, дорабатывайте до логического завершения точку. Вот эта точка, где мы становимся над ключичной зоной, да. Вот мы с вами первое, что делаем, это вот здесь становимся, да, вот в этом местечке. Но меня удивило, что вот на этой точке он стоял достаточно долго. Вот, вот что все и не дорабатывают. Он же самое, наверное, он стоял. Держать, я прошу, до ухода всех ощущений, которые у нас появились, когда мы с вами просто встали пальчиком на руку. И всегда говорю, начните здесь, положите руку, сделайте резюме об ответе, где у вас застой на данный момент, уменьшите это резюме, и только тогда начинайте движение лимфы. Но получается, что у нас уходить-то некому, если у нас идет, получается, лимфостаз, вот маленькая, тоненькая у нас с вами веточка, да, и если здесь идет лимфостаз, вот представляете, что стечь лимфы некуда. И поэтому длительный лимфостаз, а уже получается все-таки длительное время, да, вот, он не давал возможности работать вот этому вот каналу, как я и говорю, канал волжский, да. Еще момент хочу подчеркнуть, я сделала гемосканирование, и оказалось, что у меня очень слившиеся эритроциты. Ну, густая кровь, густая лимфа, густая лимфа застой. И она мне сказала, что абсолютно не нужно никакое лечение, там у меня есть одиночная кандида и одиночные коки. Надо просто отработать, вот, я говорю, по программе, ребят, да, и ежедневные обязательные мероприятия сдвинут с места вот эту тину. Да, плюс еще мне очень понравилось именно вбивать вилатон. Защелачивание, зон закисления, то есть зон боли. И даже кожа улучшилась, турбур кожи. Турбур кожи, умничка. Прайм-тесту еще не пришли? Нет пока. Но скоро, наверное, сообразите, чтобы не кормить кандиду и чтобы вообще подтянулась вот эта вся тема носогубная, да, это изменение качества лимфы, чтобы в ней не было непереваренного белка. Белка, да, фибрина, да. У меня он присутствует только чуть-чуть совсем. Но нам с вами предупреждать, да, потому что верхний лифостаз уже говорит, что гастрит однозначно есть, колит однозначно есть и есть синдром раздраженного кишечника, повышенной кишечной проницаемости. Значит, если лимфа вздулась, значит в лимфе избыток белка. Избыток белка, белок воспаления, гастрит, плюс непереваренный белок дискинезия желчеводящих путей, плюс белок старых клеток. Вот мы сымели бульон. И что хочу еще отметить, после того, как я стала заниматься сама лимфодренажным массажем, у меня пошло обострение. Раньше я на гастрит вообще не жаловалась. Не было у меня такой симптомы. Мы живем все в слизи и ждем, когда бабахнут. Вот у вас бабахнула так, это слава тебе, Господи, мышечная боль. У других бабахает сосудом. Я недавно рассказала про швы, и мне кто-то там написал, это можно целый день так заниматься. Но вот иногда, не занимаясь швом, мы сразу бабах и вынсульт. И вот он уже тогда мне задает вопрос, парализованный, да, а что мне сделать, чтобы себя восстановить? Я говорю, вот о том, что надо было делать, чтобы этого не допустить. Я говорила, вас это не устроило. Теперь будем выкручиваться из более сложной ситуации. Разрушенный дом восстанавливать, это гораздо сложнее, да? Конечно. Разрушить это 5 минут. Чем предупредить. Итак, какой мы с вами делаем резюме? Работает методика? Абсолютно, однозначно работает. И вот это самая моя главная задача, чтобы мы с вами были на своих ногах, чтобы голова у нас была ясная, хорошая голова стала. Со что я вам безумно признательна. Спасибо большое. Благодарю вас за интервью. Спасибо вам.